Точка отсчета праздника уже по традиции стала Площадь Победы. В годы Великой Отечественной голубые береты стояли насмерть за Москву, сражались за Сталинград, бились на Курской дуге, брали Берлин. Отдать дань памяти и возложить цветы к танку Бахарова. Долг любого десантника. Направо шагом марш. Колонна направляется на интернациональную. Услышав название улицы, столпы раздалось. Афганистан. И это не случайно. Исламская республика стала местом подвига воздушно-десантных войск. Многие не вернулись домой. Митинг начинается с минуты молчания. Матерям погибших десантников берет и тельняшка. Живым. Медали плюс слова благодарности. Бобруйск помнит, знает, чтит. На празднике присутствовали депутаты палаты представителей, глава администрации города, председатель горсовета. И даже, может быть, не все сегодня смогли прийти сюда. Я уверен, что придут они завтра, послезавтра. И увидят, что мы в любом случае чтим память этих людей. Это герои. Это герои того времени. Герои, которые сегодня сохранили этот мир. Не обошлось на праздники и без сюрпризов. Новая архитектурная композиция – подарок властей города в честь 90-летия воздушно-десантных войск. Это праздник мужества. Это праздник чести. Это праздник, я считаю, самых лучших элитных войск. Официальная часть завершается. Но праздник в самом разгаре. По традиции главные гуляния развернулись в городском парке. Десятки голубых беретов и простых вопручан в унисон пели знаменитые песни ОВДВ. Это самый главный праздник в моей жизни. Самое важное – это встретить дорогих, уважаемых. Ну, опять же, чтобы не забывали про то, что есть такой день. Сегодня правоприемники воздушно-десантных войск – силы специальных операций. От борьбы с террористами до миротворческих миссий в зоне вооруженных конфликтов. Самую опасную и сложную работу берут на себя именно ССО. В воздухе, на земле, в воде и даже под водой. Это элита армии всегда в авангарде. Те, кто способен достичь цели, несмотря ни на что. В любом месте, в любое время, любые задачи. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.